Продолжение следует... 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 Территория одна и та же, менялся немножко концепт, содержательное наполнение Последние два года уже не менялся, ну три уже получается с последней заявкой не менялось название проекта Обсуждались только детали его содержания, ну собственно последняя версия наибольше понравилась Она была удачной и вошла, и если я не ошибаюсь, это единственный проект от Кировской области, который в этом году победит А собственно каждый год по одному проект только побеждало Первый раз победил Советск, первый раз не победил никто Второй раз победил Советск, третий раз победил Абутинск, и в третий раз победил Кировочковецк Но там на самом деле конкурс-то он такой довольно, ну как бы, многогранный, многономинационный То есть там есть малые города, от численности населения, есть еще исторические поселения Сразу же, вот чтобы потом не отвлекаться, давайте скажем, что дает победителю победа Финансирование на реализацию проекта, в зависимости от категории там до 100 миллионов рублей Ну плюс софинансирование, поэтому там складывается из многих статей бюджет Итоговая сумма Итоговая сумма Региональный бюджет финансирует, муниципальный бюджет, плюс частные инвестиции еще Я бы добавил, что кроме денег, с деньгами все понятно, более-менее денег нет ни у кого, поэтому очень хорошо, когда они приходят откуда-то Но мне кажется, что самый главный эффект от этих проектов и, в частности, от проектов Кировской области В том, что, в общем, муниципалитетам, которые никогда не занимались такими комплексными проектами Предлагается не просто схема, по которой нужно оформить документацию А предлагается, в общем, провести комплексные градостроительные исследования города в одном масштабе территории Какой-то крупной городской, да, и уже площадки для проектирования То есть это, по сути, очень большая образовательная программа для всех Для архитекторов, которые раньше этим не занимались, которые теперь вынуждены, что очень хорошо, работать с экономистами, социологами И такие коллаборации междисциплинарные создавать Это очень хорошо для муниципалитетов, которые на этом тоже тренируются, учатся, реализовывая стратегические проекты И которые помогут, надеюсь, им в будущем на новые уровни выходить Вообще мастер-планирование, взаимодействовать Момент очень важный, там жить обязательно с привлечением мнения людей, да? Конечно, обязательно с горожанами То есть это горожане, власть, бизнес и профессиональные команды начинают говорить на одном профессиональном языке Благодаря этим конкурсам И если город там три раза проиграл, это даже хорошо Главное, чтобы он выиграл в итоге Чаще встретились, да, большее количество раз Да, в итоге вот это вот обучение этому языку профессиональному, оно проходит Вот в формате пока этой программы Надеюсь, что их будет больше, там какие-то региональные и федеральные появятся новые В общем, мне кажется, что вот это основной итог, такой важный Потому что деньги, они даются на год, раньше на два, теперь на год Быстро осваиваются, люди получают какие-то территории хорошие, которые нужны Но образовательная программа, она остается в виде такого стратегического далеко идущего плана То есть горизонт планирования в итоге у города расширяется благодаря этому Вот, это такой вот положительный момент, серьезный, на мой взгляд Вы в Чепецке побывали? То есть, я думаю, что неоднократно уже, да? Только оттуда Только оттуда Фактически сегодня, да, даже ездили? Мы только что оттуда приехали Так, а что там было сегодня? Сегодня мы ездили в Каренторф на плоскокалейной железной дороге То есть это экскурсия у вас была, или это тоже в планы как-то входит, и вы будете это включать? А у нас все смешано, экскурсия, планы, это одно и то же, мы не разделяем это Ну, один вопрос, который мы ставили и обсуждали с администрацией, это вот, может быть, это не сегодняшний разговор Это устойчивое сжатие Кирова-Чепецка, Кренторфа и так далее Но это такие процессы, которые управляем в сжатии Мы говорим о том, что люди уезжают Уезжают, да, но или они не должны быть Просто вот тот комплекс, который в управлении города, да, либо тех или иных отдельных образований Они в той модели существования неэффективны просто И оказывается, что колоссальнейшие деньги, на самом деле, которые уходят на инфраструктуру Они, ну, в конечном итоге не доходят до людей Вот, а тут нам надо выстраивать баланс Потому что там спросить, там, это непросто, да, потому что там Нужно ли топить за много миллионов, условно, котельню Вот, либо каким-то образом расселять, переселять Либо думать о каких-то других моделях взаимодействия Но дело даже не только в том, что люди уезжают, города уменьшаются А производство модернизируется И те территории, которые раньше были нужны городу, они теперь не нужны Они остаются в городской черте И они пересекаются или там связываются коммуникациями Которые город вынужден обслуживать в ущерб себе Потому что там уже нет даже производств Дело не в том, что они ушли из города Там, кстати, новые сейчас появляются Дело в том, что просто современное производство, оно более компактно И жилье, оно компактное, да, там, и так далее Там много факторов То есть сам по себе просто город сжимается, да, там, независимо от того Вот он, к сожалению, не сжимается Он остается большим А должен управляемо сжиматься Должен управляемо сжиматься, понятно Но это получается, что территория города, вот та, которая была когда-то ему нужна и востребована Она сейчас превращается в какие-то заброшки-незаброшки Ну, никак не осваивается, да? Ну, задан изначально в советское время Такой вот масштаб советского города Который должен был быть, там, 120-140 тысяч человек Мы проектировали Чпецк Он не стал таким, да? А масштаб бульваров, улиц и так далее Он, ну, действительно, для много... То есть он рассчитан на такое количество? На перспективу сделан? Он на перспективу, да Но там, где вполне могла бы обслуживать хорошо, удобная, безопасная двухполосная дорога Я такое на простом примере говорю Там четырехполосный хайвей, который использует в два раза больше асфальта Создает, между прочим, опасность на дороге, потому что... Но чем шире проезжая часть, тем опаснее переходить И не только, да, и водители у вас ездят под разными углами и так далее А если еще в этой дороге еще ямы и колдобины, не дай бог, и так далее То это вообще какое-то хаотичное движение Это безопасность Вот, ну, это напрямую... Это касается всех То есть когда город компактен сам по себе Люди чувствуют, там безопасно Там есть много важных таких пространственных характеристик Которые создают удобный и комфортный город Выгодно содержать кафе Там малому бизнесу это удобно и так далее Но это не значит, что это многоэтажный Да, то есть это компактный, эффективный Недорогой в эксплуатации город И это связано со средой в первую очередь То есть у вас поездка такая напрямую не была связана с этим проектом? Нет С проектом тоже С проектом в первую очередь Но проект, я так понимаю, что все равно ведь он должен как-то органично в городскую среду вписываться Да, он... Ну, для этого проведена была аналитика моей команды, моей артелью В 2017 году придумали, вернее, как придумали, вернули такой профессиональный способ взаимодействия, как артель Ну, она строится по принципу рыболовной, там, охотничьей какой угодно, артель Собираются архитекторы, делают, а потом разбегают У нас нет бюро, поэтому мы артельным принципом работаем Мы исследование провели не в одном городе, мы в 11 городах проработали за это время Вот, и в этом исследовании мы, конечно, рассматривали максимально широко, насколько могли за это время вообще проблемы города В том числе, там, периферии городские, как они формируются, плотно жители и так далее Кто куда ходит, зачем и нужно ли это вообще Конечно, мы не хотели, то есть не было такой задачи сделать выводы по поводу сжатия и так далее У нас была задача выйти на территорию конкретную, понять, какая территория актуальна для города Вот, и мы так постепенно сужали круг, и вот уже, то есть у нас в этой концепции уже есть все эти выводы Почему территория нужна горожанам и так далее В данном случае мы обсуждали только уже проектные, перешли к следующей стадии, обсуждали проектные детали Как делать, что там, да условно говоря, какую плитку класть, то есть мы уже до этого там Ну, сейчас мы находимся в стадии, когда муниципалитет, в общем, я надеюсь, нашел подрядчика Да, и мы там продолжим проектную эстафету, проектно-сметной документации Сейчас быстро, эффективно по концепции Артема будем создавать, вместе с Артемом создавать Именно проектно-сметную документацию со всеми разделами Там с павильонами, с благоустройством, дендрологией, с вертикальной планировкой Чтобы это был прямо парк такого современного уровня Ну давайте мы уже тогда к проекту просто перейдем, хотя бы коротко там, да, расскажем Что планируется, то есть вот все, что есть даже на сайте городская среда То есть в заявку саму, конечно, вот сейчас я не полезу, потому что их скачивать нужно, да Значит, реновация сквера по улице Первомайская Как это будет выглядеть? Что это? Где находится этот сквер? Не все просто кировчане бывают в Чапецке часто Может быть, там даже на название улиц внимания не обращают Это улица Советская, наверное, самая длинная, которая соединяет, ну, по сути, въезд в город, да Соединяет одну из станций, это узкоколейки Вернисаж с берегом Вятки С набережной уже благоустроенной И вот на этом пути, ближе к воде, уже находится вот этот длинный довольно такой променад советский То есть эта дорога, получается, от станции узкоколейки к набережной? К набережной, да Вот, но мы делаем не всю эту дорогу, да На этой дороге вот есть этот сквер, он существует То есть он существует давно, он был запроектирован вместе с микрорайонами двумя, которые там построены в 70-е годы Вот, ну, он... В каком виде он существует? Ну, он пользуется популярностью у горожан, там постоянно ходят люди, но он изношен очень сильно И он недоформирован согласно, там, потребностям современного, все-таки, общества, постиндустриального Потому что он сделан по советским таким принципам, когда жизнь назначалась Вы будете спать здесь, работать здесь, а гулять вы будете вот здесь Дышать воздухом Да, а современный человек все-таки выбирает, где ему гулять Сейчас горожане Кирочепецка выбирают другие места для прогулок Вот, хотя живут вот именно здесь Им бы хотелось не так далеко иногда То есть это такой сквер местного значения, межрайонного значения, не городского То есть этот сквер сейчас просто стандартный советский сквер? Да Там растут деревья, стоят лавочки, стоят лампы Деревья, клумбы, скамеечки, все, да И парковка в конце, что очень украшает, конечно, этот сквер Вот, наша задача, мы не меряем его границ Единственное, что мы занимаемся не только сквером, а еще связями этого сквера С соседними какими-то важными аттракторами либо путями Которые так или иначе там существуют Или там сформированы, или недоформированы Или там будут делаться в будущем Вот, и связь с набережной То есть нас интересуют городские связи Вот, а что касается наполнения и дизайна конкретного Ну, дизайн сейчас будет нами проектироваться Ну, вот ребятами будет проектироваться уже на этой вот стадии, да Проектный Потому что в заявке, которую мы подавали, не требовалось там больше Трех картинок, то есть это условные такие Картинки довольно условные Ну, да, ну такой стиль Картинки мы видели, да Вот мы показываем, что в таком стиле примерно как-то там что-то будет А теперь мы приступаем Задать настроение Задать настроение Да Ну, то есть как бы такое общее ощущение, что было, что здесь будет примерно вот так Ну, я так понимаю, что все равно ведь по условиям заявки надо было что-то предложить Нет, конечно, там есть какие-то схемы, генпланы Но это все там, ну, это нужно для того, чтобы укрупненно посчитать смету Чтобы понять, сколько будет площадей, сколько будет там фонари, какие они будут Да и сколько будет павильонов В павильон будет такой, он из таких конструкций, стоит он столько. Смета укропленно посчитана благодаря этому эскизу. Это такой эскизный проект. Для этого он и нужен, собственно. Потому что в основном заявка — это аналитика. Большая часть — это аналитический материал, который рассказывают федеральные комиссии и горожанам, и администрациям. Рассказывают, почему именно эта территория, и как вообще вы дошли до жизни такой. Ну и даны какие-то некие рекомендации по поводу того, как это должно выглядеть. Сколько будет там травы, сколько будет чего. Но конкретная конфигурация всех этих там малых форм, кафе, дорожек и так далее, связи, это уже относится к стадии проекта, который вот сейчас Влад с командой приступит. В ближайшее время, надеюсь. Наверное, ты лучше расскажешь про это. Да, а вы перед тем, как приступать, ведь опрос наверняка какой-то проводили местных жителей, или еще собираетесь? Во-первых... Это является часть аналитики. Он проводился изначально, ведь он без этого не... Он проводился три года, мало того, их очень много. Они же три года подавали. Но они меняются как-то. Там не просто опрос, там были различные проектные сессии, то есть были разные форматы. Были опросы сначала, они проводили еще до того, как мы приехали в 2018 году. А первый раз был в Кирович-Вестке в 2018 году, когда все это началось. И тогда уже у них были сформированы какие-то мнения горожан, там собрано. Потом агентство Центр работало здесь, тоже проводили проектные сессии с горожанами. Там очень много форматов было. Потом в прошлом году, я не знаю, честно говоря, не интересовался, что они и в какой форме они делали, но они тоже это делали. То есть это постоянно такая живая связь вот этих проектных команд, администрации, горожан. Вот мы в этом году уже не проводили опросы, потому что нам это было уже не нужно. У нас были все материалы на руках. У нас было общественное обсуждение, через точку пения университетскую мы по ЗУБу, в условиях ограничения общались с активистами, с горожанами, подключались. Там интересные были ребята достаточно, горожане. Это Чепецкие именно ребята, да? Чепецкие ребята. Конечно. То есть они были все в Чепецке. Артем был в Москве, мы были в Кирове здесь проводили. Я из своего кабинета, даже не из точки пения, но на ее базе. Да, да, у нас же был ЗУМ такой, ЗУМ-колл такой большой. Спасибо большое тому, кто придумал интернет, да? Да. Наконец-то, да, он заработал благодаря пандемии. Интернет начал работать в полную силу. Начал работать так, как и задумывалось, видимо, в свое время. Нет, ну вот эти вот активисты городские, да, вот которые участвовали, и просто жители, которые участвовали вот при этих всех сессиях, опросах, хоть уже там тьма мнений, тьма предложений, как-то из этого выбрать надо, как-то сейчас сформулировать. Ну, существуют методики работы с гражданами. Да, и с студентами, Антон. И, наверное, проверено, да? Проверено. Надо сказать, что на протяжении вот развития этого конкурса и появились, ну, и проектный РУП, который разбирается в этих методиках, их внедряют, да? И такая появилась системная институция на всю страну, вот. И собраты связью, и есть эксперты, и дальше обсуждается, как эти методики будут дальше развиваться, чтобы муниципалитеты... Ну, тут тоже не... То есть, что сейчас произошло с Кирово-Чепецком? Чтобы появились, есть специалисты Кирова, да, есть, ну, там, где-то, наверное, всё-таки уже с опытом эксперты и проектировщики из Москвы, да, есть люди, которые на местах готовы принять эстафету, и все вместе... И есть уже местные власти заинтересованные. И местные власти, да. Это тоже важно очень. И всё не заканчивается одним проектом, что все понимают, что дальше будут двигаться следующие проекты, да, в этой команде, вот. Не мешает, можно просто звук отключить, да? Продолжайте. Да. Ну, будут работать в этой команде над новыми проектами, и это самое-самое важное. Будут отчёты, будут концепции, стратегии. Ну, и главное, жители-то увидят, что что-то можно сделать. Мне кажется, вот эти все вещи, ну, начиная от ПМИ, заканчивая теми проектами, которые маленькими группами, там, за свой счёт активистов делаются, они такие вдохновляющие в этом смысле, да? То есть, посмотрев на какой-то один результат достигнутый, дальше уже хочется чего-то, чего-то больше и больше. Не, ну, там же есть целая программа действий, которые с администрацией совместно разрабатывали, как вовлекать дальше граждан в процесс реализации уже проекта и наполнение его смысловым содержанием и жизнью какой-то, да? А напомните, Иван, пожалуйста, потому что, честно, ну, вот мы про Чапецк много говорили, просто, может быть, забылось уже. Что? Привлечение жителей в наполнение проекта. Давайте я сейчас пока будем дальше... Я прошу прощения, я просто пыталась скачать заявку честно, но мне просто написали, что он будет скачиваться час, поэтому я боюсь, что как раз эфир у нас закончится. Ну, пока Иван ищет, я пару слов добавлю по поводу работы с горожанами. Тут был вопрос хороший, мне кажется, он многих интересует, потому что действительно у администрации возникает часто проблема, трудности при общении с горожанами, именно в таком формате, когда очень много людей, очень много мнений, и у всех боли какие-то. То есть они там живут давно, и их как-то организованно составить из них какую-то команду довольно сложно. И этим должны заниматься профессионалы, потому что чиновник этим, конечно, заниматься не должен, не должен даже это уметь, но он должен знать, что это можно сделать, и знать, кому позвонить, кому обратиться, чтобы привлечь специалистов, которые умеют это делать. По сути, это управление залом в разных форматах. То есть есть там люди, которые... По сути, это игра с горожанами. То есть если правила игры всем понятны, эти правила игры мы делаем под каждый проект свои, мы разрабатываем, говорим, ребят, давайте нам с командой собираемся, как мы будем играть в эту игру, чтобы всем было интересно, и чтобы в итоге мы получили тот срез, который нам необходим для принятия решений, который в итоге горожане одобрят. Должны предположить, что, наверное, вот это они одобрят. Потому что мы же не следуем на 100%, даже на 60% не следуем рекомендациям горожан. Мы должны выбрать профессионально уже, посмотреть на это профессиональным взглядом, вооружившись оптикой специфической, посмотреть, что из этого нужно действительно, а что из этого можно, в принципе, в другом месте сделать, а что вообще категорически нельзя. Мы разрабатываем сценарий этой игры, играем с ними в эту игру, они вовлекаются довольно хорошо, никаких скандалов, я не помню, чтобы у нас были какие-то, ни в одном городе, кроме Углича, где у нас действительно было, я не буду сейчас эфирное время на это тратить, но там действительно был такой вот острый момент, после всего этого, после того, как мы уже презентовали нашу работу, ну вот я чувствовал, что сейчас на меня тухлые помидоры полетят. Вот такое было там. Да, ну это такое там, там просто очень специфическое сообщество есть такое одно. Вот, а вообще, есть технологии, в общем, разная работа, мы их там как-то применяем, пытаемся, ну и учимся сами, потому что для нас это тоже опыт, ну как бы вот впервые, говорю, впервые этим 4 года занимаемся, и все это впервые, потому что каждый раз что-то новое в каждом городе. Люди разные, люди разная среда, и задачи разные. Ну вот здесь, в Чепецке, мне кажется, что жители довольно активные, наверное, ну вот мы сейчас просто в первом части разговаривали с ребятами, которые организовывали обсуждение здесь по двум паркам, и там и там пришло 30 человек, и больше их часть, это все-таки, ну вот активисты наши городские. Как раз пришли активисты, от которых уже как бы они и заранее знали, что пришли активисты, велосипедисты, они будут просить велосипедную дорожку, вот пришли экстремалы, они будут просить там скейт-парк или что-то еще. И то есть получается так, что основное, вот люди, которые в этом парке находятся, да, которые не экстремалы, не велосипедисты, там условно говоря, пенсионеры, мамы с колясками, дети, они в этом обсуждении как бы оказались за кадром, вот конкретно в этом личном. Ну да. Почему я сказал, что хорошо, что три года Кирова Чапецк шел к этому, к этой победе, потому что на самом деле по-настоящему работа с горожанами не может там заключаться в двух неделях, в трех месяц, что условия этого конкурса таковы, что когда муниципалитет уже заказывает эту работу, и мы должны как специалисты выехать и поработать, уже времени нет, нам уже проектировать-то некогда. Поэтому мы отрабатываем простые схемы, понятные для того, чтобы, в общем, эту заявку, в общем, как-то оформить грамотно. На самом деле, это не совсем корректно, то есть так с горожанами работать нельзя, то есть можно, потому что мы видим, что так все-таки получается, но мы никогда не уверены, да, и после того, как мы все это задаем, мы уезжаем из города, даже если мы проектируем потом объект, мы все равно в какой-то момент уедем, а это нужно мониторить постоянно, то есть желательно, конечно, чтобы в городе была команда, это вообще восторг, если так происходит, то, что там, допустим, в Казани проектная группа 8, которая там начала, в общем, вовлечение, это давно-давно, задолго до того, как это стало всем понятно, что это такое, они там активировали Азаметский лес, таким образом, там тоже были вот велосипедисты, экстремалы, экологи, в общем, все были против друг друга, они два года занимались формированием сообществ, то есть сначала они там выделили, создали из них какие-то центры, потом они выделили лидеров мнений из них, то есть председатели, условно говоря, этих комиссий, они в итоге работать начали уже с этими лидерами мнений, в итоге они выделили общую стратегию, и теперь этот лес, ну, это парк, по сути, называется, лес, да, это городской парк, он теперь удовлетворяет интересам всех, но это, извините, два года на это ушло, это нормально, социология, это долгая история, да, у нас такого, мы практики, мы очень быстро это делаем, к сожалению, вот, но если город там три года готовит заявку, там уже все обсудили, то есть там уже учтены все интересы, там уже... Все копья уже сломаны. Да, но очень долгий путь был, и поэтому в Кирове-Чепецке как раз таких проблем возникнуть не должно. Ну, там все равно есть, как в любом городе, есть негативно настроенные общественники. Вот сейчас мы о том, как с ними говорить и как с ними работать после небольшой рекламы. Продолжаем наш эфир, напомню, что говорим мы о городе Кирове-Чепецке, о проекте, который сейчас уже вступил в такую, в итоговую, можно сказать, стадию, да, то есть же съехали специалисты, которые будут конкретно решать все вещи, и говорим мы, значит, о проекте Река Времени, который стал победителем всероссийского конкурса Свердной улицы Первомайской. Свердной улицы Первомайской. И напомню, что в гостях у нас сегодня Иван Губин, директор Политехнического института Вятского госуниверситета, Владислав Кунин, архитектор, руководитель архитектурно-градостроительной раборатории. Фундамент архитектурного будущего. Отлично. Надо было сразу, Аня, по-русски написать, да? Да, я не подумаю. Член экспертного совета по комфортной городской среде Министерства строительства ЖКХ России. Артем Черников, архитектор, рядчик. Вот насчет ртели вы хорошо рассказали, а рядчик, вот такая должность. Рядчик, это человек, который рядится со всеми. Рядится, судится, да рядится. Помните, что рядится мне с тобой у Иршова в коньке, грунке. Ну, то есть спорит, договаривается. Это традиционно так назывался глава артели. Ясно все. Значит, глава артели, Артем Черников. Новая должность. Илья Асхайров, архитектор, тоже участник проекта. Мы остановились на гражданах негативно настроенных. Нам привозили наши гости примеры о том, как за два года удалось Альметьевский лес адаптировать ко всем пожеланиям и потребностям. А в Чепецке кто негативно настроен? Есть такие или нет? Есть всегда. В любом городе есть те, кто недоволен тем, что происходит. Но немножко не веря в то, что будет хорошо. У нас же всегда концептуально. Денег дадут, все потеряем, все пропало. Есть такие категории граждан. Ничего страшного в этом не видим. Мы с Артем это обсуждали еще по первым проектам. Мы понимали, что всегда есть какие-то зоны конфликтов. Ничего страшного нет. Гораздо интереснее было наблюдать, как мнение простых горожан, не так активно артикулирующих свою позицию относительно изменений городских, меняется с недоверия до такого хорошего ожидания. А к сотрудничеству это не готовы уже или еще пока нет? Уже готовы? Очень хорошая, кстати, история с бизнесом, с местным, и с малым бизнесом, и с большим бизнесом в Кирочепецке. Там проще даже в этом плане работать, что есть конкретные интересанты, которые готовы не только в рамках ограничений, в которых работает администрация, в силу законодательного поля взаимодействовать и помогать городу, но и в рамках их возможностей, которые гораздо шире на самом деле, чем у городской администрации. Что касается, добавлю по поводу негативно настроенных граждан, во-первых, в интернете очень активно все время те, кто негативно настроен, и зачастую кажется, что очень плохо все. На самом деле, те люди, которые считают, что все хорошо, они редко высказываются. Ну, что все же хорошо, что я буду? Те, кто довольны, на радио не звонят. Есть у нас такая поговорка. Да, вы знаете об этом. А еще самое интересное вот в этом вовлечении, если оно по-настоящему проходит, что формируется действительно какое-то сообщество, которое готово проектно мыслить, которое умеет общаться друг с другом, которое готово какую-то общую стратегию вырабатывать, но по любому поводу, даже по поводу строительства собачьей площадки, скамейки, или развития большой территории, неважно. И они начинают очень активно на месте работать, и весь негатив они берут на себя. То есть они в итоге забирают на себя вот этих всех городских сумасшедших в плохом смысле, они такие бывают, активистов, которые сумасшедшие в хорошем смысле, вот, они забирают на себя и начинают уже с ними работать на месте. То есть полномочия эти делегируются и от специалистов от нас, да, и от администрации вот этим сообществом. Если оно в городе возникает благодаря вот таким вот каким-то сессиям первоначальным, да, то это городу очень помогает в итоге. Вот оно там возникает долго. Иногда оно сразу появляется прямо там. В Угличе оно там сразу понятно, кто это. Вот. В Иксе тоже работали на фестивале Артавраг много лет и сейчас вот первый раз, ну, то есть, первый раз мы там много чего строили за деньги инвесторов, да, а в этом году, в прошлом году сказали, ребят, а теперь вы сами. Мы вас научили и они по нашим, мы провели несколько воркшопов, мастер-классов с детьми, построили там макет двора и много чего и теперь эти горожане сами сделали себе двор очень крутой. То есть я удивился этому качеству и во дворе было очень много негативно настроенных ребят, которые вышли в последний момент. Вот. И эти горожане взяли их на себя и сказали, мы с вами пойдемте, я тебе все объясню и мне даже не пришлось с ними общаться. И это очень здорово. Так должно работать. В какой-то момент эти люди из негативно настроенных превратились в те, кто песочек разравнивает в песочнице. Ну, потому что сосед с соседом договорятся всегда. Уже потом там. Уже жить вместе. Да, а вообще, вот для чего удалось в итоге договориться по поводу Чепецка? То есть что-то будет? Как это будет выглядеть? Там было много пожеланий, различных. Мы сейчас в заявке мы включили, в заявку включили много из них, но далеко не все. А сейчас, приступая же к проекту, понимаем, что мы перенасытили эту территорию функциями. Наверное, я сейчас не буду забегать вперед. Это вопрос все-таки к проекту. Перечислить то, что там будет, то, что... Ну, вот... Да, то есть... Да, то, что... Чем интересен будет этот парк? Будет предложено на самом начале. Что решит проблему, чтобы люди из этого района не ездили отдыхать в другие парки? Нет, они должны ездить отдыхать в другие парки, потому что веревочного парка там точно не будет, а он в Кирово-Чепецке есть, и понятно, что этот тематический парк будет работать как веревочный. И смысла нет делать второй. Да, набережная будет... Там вид открывается прекрасный. Набережная будет работать по-своему. То есть у этого парка своя роль. Это межрайонный парк. Он не должен конкурировать с городскими парками, с другими, и люди будут уезжать все равно в другие парки. Это нормально совершенно. Другое дело, что сейчас он свою функцию не выполняет. Ну, там очень мало сценариев, которые человек может себе позволить. Он может прийти туда пообщаться, может посидеть, ну, в общем-то, и все. Ну, посмотреть на цветочки. Он может от солнца спрятаться в тени, от дождя. Он не может там нигде спрятаться. Вот. Поэтому мы его наполняем, в общем, вполне банальными, понятными, но необходимыми функциями. Там должно возникнуть кафе с общественной туалетом, потому что парк очень протяженный и рядом пока сервисов нету, кроме магазинов. Да, в магазинах, как известно, общественных туалетов нет. Вот. Детские площадки какие-то не для массового отдыха, потому что детские площадки есть в дворах соседних. Ну, какие-то интересные такие объекты. Какой-то спорт немного. Самая интересная, наверное, это большая площадь, которая сейчас парковка, где, правда, в Новый год уже проходят мероприятия, но там будет новая сцена, наверное, какая-то. Мы пока обсуждаем это тоже. Сейчас просто так рано, наверное, говорить о какой-то конкретике. Там получается так, что вместо стоянки получается некая площадка для каких-то активностей. Да, это такая большая ивент-площадка. А куда стоянку передвинут? Знаете, мы уже говорили сегодня о том, что дороги очень широкие. А, понятно. Она пустая, да? Она пустует, получается. Да, там стоят машины, но она, в общем, пустует. То есть это не парковка, заполнена автомобилем, ее просто используют как парковку. На самом деле, там есть где парковаться, и можно организовать, и можно даже не организовывать, потому что... Мясо хватает, короче. В Кирово-Чепецке нет проблем с парковками. Ну и просто будет переформатирован сам генеральный план этой территории, потому что он там не очень современным функциям отвечает. Хотя мы оставляем основную ось в память о тех, кто его проектировал когда-то. То есть, ну, она функциональная, такой бульвар красивый. Деревья в основном сохраняем, только больные будут удаляться какие-то и вредные. Их там немного. Ну и какие-то площадки для такого, не знаю, как это назвать, но свободного времяпрепровождения. То есть какие-то универсальные площадки, где, не знаю, можно там просто посидеть, можно встретиться, можно там мини-спектакль поставить. Ну то есть просто такие вот универсальные площадки, на которых люди могут... Многоформатные такие, да? Многоформатные, да. Вот само название «Река Времени», оно отражается каким образом? Река Времени — это задача от муниципалитета, от горожан. С самого начала так было. Ну, вероятно, я не помню, когда, но давно, в общем, они об этом говорят. Вот мы обсуждаем, в каком виде, пока мы не придумали еще, как это делать, значит, в каком виде отразить эту реку времени. Речь идет про историю города. С чего он начинался, значит, через какие стадии он прошел, какие знаковые события там происходили, что-то строилось. Он индустриальный, поэтому основные события там связаны именно с этой индустрией. Мы там построили это, а вот у нас в этом году там появился это. Ну, такой задор такой остался у них у всех, то есть такой советский, в хорошем смысле, задор у них остался. И заканчивается все это неким таким будущим, который из центра... — С набережной. — Да, из центра на набережную, наоборот. То есть вот будущее, оно где-то там вдали. То есть мы выходим как бы туда. Ну, это вот их идея такая была. Мы не взяли на себя смелость придумывать что-то еще. Вот. И вот река времени. Как это будет реализовано? Вопрос дизайна уже. Мы вчера это обсуждали с администрацией. У нас есть какие-то там задумки? Ну, пока, наверное, рано о них говорить. — Вот по вовлечению жителей как раз говорили. Я зашел специально в группу ВКонтакте река времени, прочитал некоторые комментарии самих жителей после новости о Победе. Один из подписчиков пишет. Теперь посмотрим, как будет создана инициативная группа из заинтересованных горожан. А так, думаю, замечательно. Всех с общей победой, только вперед. А следующий комментарий от другого горожанина. А я предлагаю не смотреть. Наблюдателей и критиков и так очень много принять участие. Вот. И да, человек соглашается. Да, действительно, я готов войти в эту рабочую группу. Это действительно теперь задача, собственно. А как вовлечь жителей дальше? Ну, одно дело обсудили концептуально, да, жители поддержали, услышали их мнение, администрация, проектировщики учли максимально это мнение, попытались сгладить какие-то конфликты существующие. А что дальше? Дальше на стадии разработки уже конкретных проектных решений нужно проследить, чтобы и жители чувствовали, что их мнение учтено. И те идеи, которые они в том числе набрасывали, пока шла стадия проектирования по событийному наполнению этого пространства, чтобы они тоже нашли отражение в дальнейшем уже реализации, в жизни этого пространства городского. А история с приемом каких-то там пожеланий, замечаний, еще чего-то, она продолжается сейчас или все, уже закрыта эта дверь? Там продолжается администрация постоянно с ним. Ну, администрация очень открыта в Кирово-Чепецке, поэтому это продолжается. Вопрос, в каком формате мы это будем делать? Для того, что этот конкурс сократили с двух лет до одного года, сейчас у нас крайне мало времени на проектирование, на строительство, а задача сделать это качественно, и то, и другое. И проект, ну, проект можно и нарисовать на коленке, и потом отдать рабочим, да, но мы понимаем, что будет из этого, что из этого получится. Поэтому задача-то сделать хорошо, и тут, ну, на чашу весов мнение жителей и хорошее качество может оказаться, потому что времени на серьезное вот такое вот общение с ними просто нет. Ну, я говорю, мы собрали уже, мне кажется, столько информации от них, что... Да, в конце концов, в Чепецке много мест, где можно свои идеи реализовать. Конечно, да. Другое дело, что если это касаться будет каких-то действительно мероприятий, под которые мы вынуждены будем что-то проектировать, и у нас будут сомнения, допустим, что мы, ну, не знаем, какие там будут мероприятия, конечно, мы опять обращаемся, но это будет прямо в процессе работы, в администрацию или там к активным горожанам, к форумам, и тогда будем интересоваться, кто же будет оператором там этого процесса, этого, этого, этого. Пока сейчас нам более-менее все понятно, ну, какие-то вопросы, конечно, будут, мы будем обсуждать. Все? Время нашего эфира к концу подходит просто, я смотрю, и думаю, что, наверное, надо сказать спасибо большое нашим гостям, сказать, что сейчас еще возможности есть, да, но вот они, мне кажется, все-таки прям по времени совсем поджимают для того, чтобы какие-то замечания свои внести через группы. Все это можно сделать, в том числе через группу ВКонтакте, комментарий, который приводил нам Иван Губин. Спасибо большое, Иван Губин, директор Политехнического института ВИАД ГУ, Владислав Кунин, архитектор, руководитель архитектурно-градостроительной лаборатории «Фундамент архитектурного будущего». Я запомнила, да? Я запомнила. Да, член экспертного совета по комфортной городской среде Минстроя России, Артем Черников, архитектор, рячик артели архитекторов и преподаватель, Илья Асхайров, архитектор. Спасибо. Спасибо вам. До свидания. До свидания. До свидания.